итак ребята всем привет вышел я сегодня такой спонтанный не запланированный коп время уже после обеда звонили ребята со всех сторон приглашали на коп но к сожалению как назло у меня сейчас со временем совсем нехватка у меня младший поступает в первый класс и нужно проходить медкомиссию медкомиссия по определенным дням в общем все так сложилось что наложилось все именно на те одни когда у меня запланированы были копы ну и как выкрутить из этой ситуации мои друзья выезжают на дальние рубежи снова пригласили с ночевкой но к сожалению я отказался очень жалею вот и решил свою горесть загладить именно выходом вот на такое местечко рядом с домом здесь свое время была деревня но она ушла туда вниз вот а здесь остались кое-какие дымовые ямы находки здесь раньше в свое время было наверное лет пять назад здесь вообще шикарно было но к сожалению она полностью выбита и я решил как говорится утолить свою жажду по копу потому что уже не выезжал целую неделю все время какие-то у меня проблемы какие-то запланированные там даты и в общем не получалось и сегодня я взялся за шурф ходить здесь смысла нету весь день проходите ничего не найти и остается только шурфить хочу продолжить свой прошлый шурф когда я здесь по осени заканчивал свой сезон нашел здесь очень шикарные находки а в частности очень редкий жетон да здравствует революция 1917 года почему он редкий потому что он серебряный обычно они шли медные но это был просто шедеврой картинку я вот здесь вот прикруп прикреплю этого жетончика вот и снова решил сюда вернуться по находкам какие будут я вам конечно обязательно покажу если вы это видео и вступление видите значит у меня какие-то находки появились так что не пропускай смотри думаю сегодня таких блуждений не будет буду находиться в одном шурфу переезжать никуда не буду окопаю один ну и все вступление сделал остальное все за земляным дедом будут находки будет продолжение а если вы видите значит продолжение будет и находки нас земляной дед одарил так что смотри ребят нахожусь я на своем старом шурфе вот видите с прошлого года ям никаких после себя я не оставляю как вы видите абсолютно практически ровно вот и были у меня кое-какие находки непонятного характера поднял похожие на жетон что-то непонятно очень тонкая вот потом нашел патрон вернее патрона гильзу но не столь важный от пистолета думаю что старая и вот выскочил у меня монетоз и радует то что это у нас царь год пока сказать не могу в шурфе находки очень плохие всегда приходится очень сильно отмачивать замачивать на монет оказалась у нас николаевского формата две копеечки 1901 года сохранчик будет вообще шикарный потому что проглядывается по всему диаметру вот такие вот точечки и это означает что монета в очень хорошем состоянии будет правда ее придется чистить потому что вот такой характерный налет противный который счищается очень тяжело ну как вам сказать где-то примерно минут 20 пока обосновался он там попытался тоже зашурфиться к сожалению там нашел как раз вот злополучную патрончик от пистолета и какую-то непонятную наверно жетончик здесь вот тоже продолжен ничего нет и переместился вот в это место здесь в принципе встречается вот такая вот древесина а это очень хорошо а стекло керамика кусочки от костей это очень хорошо когда встречается кости вот почему хорошо потому что возможно это были кошачьи и углы а где кошачьи углы там хорошая засыпочка хорошие находки это я заметил из практики так что обращайте внимание где копается не просто целину копать осмотрите чтобы было а всякий такой сопутствующий сброду стекло древесина колотый кирпич особенно хорошо когда попадаются обувка это вообще шикарно это означает что где-то вы рядом со входом около входа как обычно раздевались и естественно раздевали снимали себя одежку и находки которые мы поднимаем это монеты все выпадало из карманов так что ладно будем продолжать не так ребят перебрался я на другой шурф шурф уже разработаны и неплохо поковырялись везде во всех местах ну первым делом я посмотрел какая у нас засыпка разрабатывать новая неохота и начал прозванивать места уже выброшенного поднял вот такой вот серебряную сережку цыганского образца где-то в той области ну и продолжал прозванивать старые места выброшены так где здесь вот и какая-то шмурдятина была и здесь вот у меня находка как вы видите вот на круглый лежит герб старый и стоит у нас у ребят это у нас две копеечки царская медь 24 года конечно я не ожидал 25 но хотя бы вот 24 причем не копая пройдя по старым местам так что смотрите когда попадаете на старый шурф прозвоните те места которые уже выброшены кто-то за вас работу сделал а вы просто пройдетесь и возможно соберете монеты я конечно где-то треть только прозвонил сейчас еще прозвоним посмотрим и начнем продолжать разрабатывать он там вон потому что мне там засыпочку очень нравится ну как нравится по отношениям других вон там у меня тоже пробежался но мне там не понравилось какой культурный слой имеется практически целина но вот здесь вот красный кирпич и кое-какая есть засыпка так что продолжаем итак а ребята очередной мониторс и это у нас советская копеечка все посмотрим год 1927 года я знаю трешки дорогие 27 но про копеечку ничего не знаю любопытно надо будет в каталоге посмотреть если это интересная монета дорогая то я уделю конечно внимание на нее так что ждем 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 продолжаем итак ребята долго коротко но очередной сигнал очень хороший громко извинил это у нас монета и монета у нас царская это у нас две копейки 1900 1903 года в принципе сохранить такой бодренький хотя нет орел затертый а вот такая вот у нас душка царская николай последний хорошо хорошо здесь дом по ходу стоял старенький ты ушел в небытие судя по находке последняя монета 2027 года ладно продолжаем итак ребята очередная находка видел я что это монета шлепнулась об катушку ударилась и вот такая монета судя по всему медная но пока неизвестная чего это у нас не знаю что такое они царят ребят это нас царик снова николаевский налет какой-то непонятный проглядывается чистая медь год 1899 это у нас николай последние годы правления ну в принципе вот такая вот николашка копейка зачетно прям с царями сегодня хорошо очень хорошо идем дальше итак ребята очередная находка на выброшенном грунте вот она монета монета среднего образца так это у нас николай наверно николав николаевский формат видно о сохран смотрите какой не сохран а просто чудо 1872 года вот такая вот монета классная смотрите никакого говна нету ну здесь небольшой налет но все равно монета бодрая это наверное самая бодрая находка сегодняшнего дня классно смотрите как можно прямо помыть и в коллекцию классно ну продолжаем где-то примерно через каждые 15-20 минут находка радует что это находки царского периода вообще четко итак ребята решил я немножко перекурить отдохнуть а сегодня у меня день был какой-то непонятный приехал я покопать дабы снять с себя ломку которую в течение недели у меня была не копал вообще позвонили пацаны приезжая я как метался как странный веник ну уже объяснял то что времени нет на то на сев в итоге решил все свои проблемы собрался в течение получаса закупился и поехал с ночевкой я конечно это не снимал думал будет продолжение видео сорвался и в дороге у меня беда шеви Нива меня подвела сами видели что машинка старенькая вот по ходовой части у нее проблемы случилось объяснять ничего не буду потому что многие не разбираются в общем вернулся я домой кое-как починился вот а ребята без меня уехали к сожалению ну в итоге я сел на свою шкоду вернулся на место шурфа продолжаю как вы видите шурфить находки в принципе радует уже несколько царей поднял в принципе мне радует надеюсь надеюсь что у меня получится сегодняшний коп не хуже парней которые выехали достаточно долго и далеко я хотел конечно с ними встретиться но к сожалению не получилось очень жаль очень жаль вот долго я планировал это мероприятие но к сожалению увы ну я думаю еще получится все перекур осуществили отдохнули снова продолжаем смотри находки еще будут итак ребята очередной сигнал солнышко уже садится осталось копать совсем чуть-чуть уже поднялся у нас месяц вот он красивый но находки есть немного вот эта монета царская уже ее подымал одну сторону я протер это у нас николаевская в принципе тоже хорошая такая но по размеру я так и не понял что это такое очень грязь такая сильная налет такой непонятный но по размеру одна сторона вообще зачетная такая это у нас наверное копеечка царская ну а здесь я не так и не очистил но это у нас копейка в конце копа покажу все находки какие у меня сегодня были так что смотрим находки в принципе радует достаточно приятные все царские зачетные так что смотрим итак ребят на этом я и закончу обзором находок сейчас монетки я помыл и будем смотреть разбираться что у нас получилось копали мы повторюсь сегодня совсем чуть-чуть вот и по находкам вот у нас что получилось помыл как мог начну с шмурдяка вот такая вот пулька не знает пистолета что ли гильза вот такая это интересная гильза очень тонкая размером наверное с пистолетной даже меньше вот смотрите по диаметру по диаметру по диаметру меньше чем пистолет не знаю от чего это такая знатоков войны прошу определить что это за гильза вот такая вот маленькая дальше у нас серебряная вот такая вот сережечка цыганского образца очень частенько их находим по монетам советские вот такая вот копеечка год двадцать седьмой я посмотрел по каталогу она ничего не стоит всего-навсего двести пятьдесят рублей была бы двушка а двушка уже раритет дальше дальше еще одна советская монета а нет так советская монета где у нас блин советскую монету где-то потерял но продолжим это у нас двушка двадцать четвертой 1903 года вот такая вот непонятная не смог датировать что это такое ну по размеру двушка а вот такая вот царская двушка год так год как-то не могу посмотреть даже не знаю год плохо просматривается но такая зачетная еще одна двушка 1872 зачетная так очередная двушечка а вот на очередная двушка двадцать четвертого года в принципе неплохая жаль что не 25 или двадцать седьмой год ну и остались копеечки копейка царская николаевская 1912 года сохран просто зачетный и последняя копеечка пытался я ее тереть как-то не получилось 1899 года зелень на ней просто отвратительная ну вот так вот покопали мы сегодня небольшое количество находок сделали но все же решил вам сделать обзор того как можно с пользой провести время за какие-то пару часов ну а сейчас прощаемся и и так ребят на этом я закончил свой видеокоп покопали мы в одном местечке место выбито остается только шурфить но как вы видите шурфы тоже неплохо себя дают о себе так что сегодня мы подняли в основном все цари несколько советиков ранних вот так что мне понравилось шурф сегодня хоть и получился денек непонятно какой но об этом не будем о плохом вот находки получились замечательные хорошо что царские но извините меня царские последнего николая ну ничего я думаю шурф задался неплохо так что смотрите и в дальнейшем мои видео мои находки ставим пальцы к верху так что все смотрим и пока всем удачи на копе и хабара побольше я и и и и и и и и